Приветствую вас, дорогие десятиклассники! Сегодня на телеуроке вы повторите «Поддержи имён существительных». Предлагаю вашему вниманию интересное стихотворение. Это город, ещё рано, полусумрак, полусвет. А потом на крышах солнце, а на стенах ещё нет. А потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. Жизнь моя, кинематограф, чёрно-белое кино. Кем написан был сценарий? Что за странный фантазёр этот равногениальный и безумный режиссёр? Как свободно он монтирует различные куски ликования и отчаяния, веселья и тоски. Он актёру не прощает плохо сыгранную роль, будь то комик или трагик, будь то шут или король. Жизнь моя, моё цветное, панорамное кино. Я люблю твой свет и сумрак. Старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Жизнь моя, кинематограф, чёрно-белое кино. Написал однажды поэт Юрий Левитанский и был тысячу раз прав. Кино — это действительно целая жизнь со своими триумфами и драмами, взлётами и падениями, героями и злодеями. Гегель впервые классифицировал пять видов искусства на своих лекциях по эстетике. Архитектура, скульптура, картина, живопись, музыка, поэзия. В 1911 году Ричотто Кануда, итальянский и французский писатель, эссеист, музыковед, критик и теоретик кинематографа, написал, что шестым видом искусства является кино. Однако позже он пересмотрел своё мнение и дал шестое место танцам, передвинув кино на седьмое место. Отсюда появилось устойчивое выражение «кино — седьмое искусство». В этот список позже вошли радио, телевидение и фотография, комиксы. Смысл кино, как и любого другого проявления искусства, — вызвать эмоции, хотя магия изображения восхищала людей задолго до появления кинематографа. Более двухсот лет тому назад на ярмарках вызывали восхищение театр теней, затем волшебный фонарь, старинный прототип проектора, изобретённый голландским учёным Христианом Гюйгенсом. С помощью фонаря можно было создать иллюзию движения, перемещая картинки в противоположных направлениях. Прочитаем слова. Ребята, все эти слова отвечают на вопрос, «что?» именительного падежа. Падеж существительного в русском языке — это морфологический признак, обозначающий грамматическое отношение существительных к другим словам в словосочетаниях и предложениях. Изменение имён существительных по падежам осуществляется с помощью системы падежных окончаний, иначе их называют флексии. Чтобы правильно определить падеж имён существительных, надо найти в предложении слово, к которому относится существительное, и поставить от него вопрос. Затем по вопросу и предлогу, если он есть, узнать падеж. В русском языке существует шесть падежей. Один прямой, именительный, и пять косвенных. Они указаны в таблице. Посмотрите. Выполним задание. Прочитайте и определите падеж выделенных имён существительных. А какое кино было самым первым? Итак, киноискусство возникло после того, как в 80-е и 90-е годы XIX века изобретателями в различных странах мира, братьями Люмьер во Франции, самарским и Акимовым в России и другими, был изобретён аппарат, снимающий на плёнку движущиеся объекты. Этот аппарат назвали кинематографом. От греческих слов «кинима» – движение и «графо» – пишу, то есть описывающий движение. Впоследствии такой аппарат стали называть кинокамерой и киноаппаратом, а под кинематографом или кинематографией теперь подразумевается кинопромышленность той или иной страны. Киноискусство – это искусство создания кинофильма, возникшее в результате слияния литературного, изобразительного, музыкального, актёрского и режиссёрского творчества. Ребята, проверим ответы. Что киноискусство в именительном падеже? Кем изобретателями в творительном падеже? Чего мира родительный падеж? Кем братьями в творительном падеже? Что аппарат в именительном падеже? На что на плёнку в венительном падеже? Что объекты в именительном падеже? Что аппарат в именительном падеже? Чем кинематографом в творительном падеже? Что? Движение в именительном падеже. Ребята, обратите внимание на падежи в слове «движение». В первом случае оно используется в единственном числе. Во втором случае описывающий «что?» движение – это существительное используется в венительном падеже. Что? Аппарат в именительном падеже. Чем? Кинокамерой в творительном падеже. Чем? Кинематографией в творительном падеже. Что? Кинопромышленность в именительном падеже. Чего? Страны в родительном падеже. Что? Киноискусство в именительном падеже. Что? Искусство в именительном падеже. чего кинофильма в родительном падеже, в результате чего слияния в родительном падеже, чего творчество в родительном падеже. В результате признанными изобретателями кинематографа стали французы братья Луи и Огюст Люмьер. 13 февраля 1895 года братья Люмьер получили патент на аппарат кинематограф или синематограф, который был очень удобным. С его помощью можно было легко снимать и демонстрировать фильмы на большом экране. Кинематограф братьев Люмьер был не только проектором, но и камерой. Один и тот же прибор и показывал фильмы, и снимал. Им можно было даже размножать пленки. Ребята, сейчас вы посмотрите самый знаменитый фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда». Именно эта картина стала началом всего кинематографа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После гениального изобретения Люмьеров был кинематограф, но еще не было кино. Вскоре кинематографом заинтересовался директор одного из парижских театров Жорж Мельес. Он первым стал снимать фильмы по сценариям, использовать многие специфические для кино трюки и спецэффекты. И в целом стал одним из главных основоположников кино как самостоятельного вида искусства. Одним из наиболее известных фильмов Мельеса является «Путешествие на Луну». Он был снят в 1902 году, продолжительность которого составляла 15 минут. Первые фильмы снимались с учетом ограниченных возможностей немого кино. Эпоха немого кино развивалась, и появлялись свои звезды кино. А кто был самым известным? Правильно, Чарли Чаплин. Звук в кино. В начале 1920-х годов появляется первая система, способная записывать и воспроизводить звуковое кино. Звуковой кинематограф. В 1927 году американская фирма Warner Bros. выпускает первый фильм, в котором персонаж на экране разговаривает. Певец джаза. Первая фраза, сказанная главным героем, «Подождите минутку, вы еще ничего не слышали», стала символом наступления эры звукового кино. Внедрение цвета в кино происходило медленнее, чем внедрение звука. Первый советский цветной фильм, снятый непосредственно на цветную пленку, был выпущен уже летом 1945 года. Это была документальная лента «Парад Победы». А вот камера, на которую в скором времени снимали фильмы в СССР. Пленка постепенно совершенствуется, как, впрочем, и аппараты, на которые снимают. Последние, самые значительные нововведения в кино, связаны с началом широкого использования компьютерной графики. Одним из наиболее передовых в плане тотального использования компьютерной графики оказался фильм «Матрица». Ребята, просклоняйте имена существительные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проверим ответы. Слово «кино» не склоняется ни по падежам, ни по числам. Слово «фильм» в именительном падеже имеет нулевое окончание. Родительный падеж «Чего? Фильма». Дательный падеж «Чему? Фильму». Винительный падеж «Что? Фильм». Творительный падеж «Чем? Фильмам». Предложный падеж «О чем? О фильме». Ребята, просклоняйте по падежам имена существительные. Сценарий, режиссер, монтаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В именительном падеже «Сценарий», в родительном «Сценария», в дательном «Сценарию», в винительном «Сценарий», в творительном «Сценарием», в предложенном «О сценарии». Монтаж «Сценарий», в именительном «Сценарий», в родительном падеже «Сценарий», в предложенном «Сценарий». Монтаж. В именительном падеже имеет нулевое окончание. В родительном падеже «Монтажа», в дательном падеже «Монтажу», в винительном падеже «Монтаж», в творительном «Монтажом» и в предложенном падеже «О монтаже». Окончание «Е». Ребята, прочитайте и обратите внимание на существительные с корнем кино. В нашей стране основой киноискусства и кинопромышленности является студия «Крысфильм». Днем рождения отечественного кино считается 17 ноября 1941 года. Правда, с начала киностудия называлась «Фрунзенская студия кинохроники». Здесь были экранизированы многие произведения Чингвы Зайтматова. С их экранизации здесь начинали режиссерскую карьеру Лариса Шипетько, фильм «Зной», Андрей Кончаловский, первый учитель. С именами режиссеров Толемюша Акеева, снявшего фильмы «Красное яблоко», «Потомок белого барса», Болотпека Шамшиева, снявшего фильмы «Белый пароход», «Восхождение на Фудзияму», «Алые маки из Сыкуля», «Геннадия Базарова», «Все вы знаете фильмы «Материнское поле», «Улица», «Зеница ока» и «Альгиментаса Ведугериса», снявшего фильм «Катастрофу не разрешаю» и ряд документальных фильмов, связывают феномен хргыского чуда, период расцвета киноиндустрии страны. Толемюш Акеев – советский хргызский кинорежиссер, народный артист СССР. В 1958 году окончил отделение звукооператоров Электротехнического факультета Ленинградского института киноинженеров и начал работать по специальности на студии «Хргызфильм». В 1966 году окончил высшие режиссерские курсы Всесоюзного государственного института кино в Москве. Шамшеев Болотпек Туленович – кинорежиссер, народный артист СССР, народный артист Хргызской республики, лауреат Государственной премии СССР. В 1964 году окончил в ГИК. Дипломная работа Шамшеева Болота – научно-популярный фильм «Манас Че», посвящена великому сказителю героического эпоса «Манас» Саяхпаю Каралаеву. Базаров Геннадий Садырович – режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Киргызской СССР, народный артист Хргызской республики. В 1965 году окончил режиссерский факультет Всесоюзный государственный институт кинематографии. Альгимантос Ведугерис – уроженец Литвы, выпускник операторского факультета в ГИКа, кинодраматург, кинорежиссер и кинооператор высших категорий, лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии, академик Национальной академии киноискусства. Динара Асанова – советский кинорежиссер, актриса, сценарист. Окончив школу, она устроилась ассистентом режиссера на киностудии «Хрэзфильм». Сыграла небольшую роль в фильме «Девушка из Тиньшаня». Получив на киностудии хорошую характеристику, она смогла стать студенткой в ГИКа. В настоящее время киностудия «Хрэзфильм» носит имя режиссера Тулемюша Укеева. В целях признания заслуг и достижений деятелей национального кинематографа учреждена кинопремия «Ак-Ил-Бирс». С развитием кино появилось новое профессиональное направление. Киноиндустрия объединила множество людей различных специальностей, которые имели одну общую цель – снять интересный и увлекательный фильм. Какие это специальности? Сейчас мы с вами разберемся, ответив на ряд вопросов. С чего начинается работа над фильмом? Работа над фильмом начинается со сценария. В сценарии детально разработано содержание будущего фильма или спектакля. В соответствии со сценарием подбираются актеры на роли, готовятся костюмы, создаются декорации. Все это делается с максимальной точностью, потому что объектив кинокамеры легко выдает малейшую фальшь. Эта профессия называется сценарист. Режиссер – это ключевая фигура в создании фильма, театральной постановки, телешоу, циркового представления или рекламного ролика. Режиссер руководит всеми участниками творческого процесса – авторами, операторами, звукоинженерами, художниками по костюмам и свету, декораторами, актерами. Режиссер вдохновляет. От него зависит атмосфера на площадке и уровень самоотдачи каждого участника процесса. А значит, он еще и тонкий психолог. Кто главный после режиссера? Профессия кинооператор, пожалуй, вторая по значимости в кинопроизводстве после режиссера. Кинооператор проделывает колоссальную работу, необходимую для съемки фильма не просто с технической, но и с художественной стороны. Режиссер решает, что показать в очередной сцене. Кинооператор же решает, как это показать и решает это на практике. То есть, по сути, он является художником фильма. А кто самый главный волшебник в киноиндустрии? Профессия режиссера монтажа является самой востребованной в современном кинопроизводстве. Чтобы стать хорошим монтажером, надо иметь великолепный художественный вкус, особое чутье, разбираться в драматургии. Хороших монтажеров всегда не хватает. Каждый кино и телефильм после съемок проходит через монтажно-тонировочный период, постпродакшн, когда все элементы картины, отснятый материал, озвучку, музыку, титры и прочее соединяют в единое целое. Этот процесс называют простым словом «монтаж». Каким бы образом ни проходил киномонтаж, это всегда творческое сотрудничество между сценаристом, кинорежиссером и режиссером монтажа. И самое главное в этом процессе – командная работа. Ребята, для того, чтобы работать в киноиндустрии, нужно пройти обучение в Хргыской высшей школе кино и телевидения или в Институте искусств. На этом наш урок подошел к концу. Сегодня мы вспомнили «Поддержи имен существительных» и поговорили об увлекательном мире кино. «Домашнее задание. Дома вы составите. Эссе на тему «Мой любимый фильм». Всего доброго. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова